Вы знаете, как бы, пользуясь моментом, я еще по нескольким вопросам хотела это спросить. Можно, да? Конечно. Ну, в первую очередь хотела поблагодарить вас за решенный вопрос, по которому я бегала чуть ли не полгода, насчет кровли. Вот я хочу сказать, что они меня как бы золотали. Ну, это нам же временно, это до того, как квартиры вернут. Поэтому довольны. Ваш дом находится в списке аварийных, так я думаю? Да, да, да. Ну, надеемся, к весне и лету, да? Да. Получим, да? Конечно. В общем, с этой надеждой, как бы мы не требовали, там супер-мупер, там ремонт, и все такое. Просили просто золотать. Жить-то нужно сегодня, правильно? Да, вот именно. Дело в том, что, вы знаете, доходило до того, что потолки падали на голову. Ну, и в общем, сколько бы ни просила, все руки не доходили. А тут прям, как обратилась в министерство, так сразу решили вопрос, буквально в течение недели. Я даже удивилась. Так что, благодарю вас за оперативность. И вот второй вопрос. Я приготовила пять вопросов. В общем, рядом с нашим домом снесли несколько домов. И до сих пор вот эти вот развалины лежат, и к ним добавляется еще и больше, и больше мусора. Мусор перестали, вот как снесли, вот соседний дом буквально, по соседству, снесли, это, оставили, это, мусор, все, все. И, в общем, что хочу сказать, увезли контейнеры. Не знаю почему. Зная, что остается еще один дом, ну, по своему дому я бы, конечно, хотела еще кое-что сказать, но это ладно. Но, в первую очередь, хочу сказать, что возле нашего дома сейчас скапливается мусор, который не вывозится. Не вывозится, он скапливается. Много пакетов стало с мусором, и так, просто без пакетов. И все это при малейшем ветре, все разлетается, все летит к нам в подъезды. Хорошо. Нам уборщиков не дают. Несколько раз обращалась и в мэрию с заявлениями, все не дают, потому что остался единственный маленький домик, и никто не хочет его убирать за мизерную плату. Естественно, там зарплата, наверное, будет. Я просила директора квартала, чтобы попросил кого-нибудь из своих уборщиков, чтобы приезжали. Никто не хочет ехать туда. Ну, это, наверное, затраты и время, и все такое. И мне приходится самой все время убирать территорию. Но я же не могу до лета сама убирать. Мне больше делать нечего. 144-й квартирный дом когда у нас сдается, наверное? Ну, думаю, маркетинский. Ну и, ну ладно, вот насчет мусора я сказала. Так, третий вопрос. Мой один родственник заселился в 15-й дом на 10-м микро-йоне, в новом доме. И вы знаете, он недавно пожаловался, говорит, купил прям, ну, красивую, решил один раз, думаю, и разорет, да, купил красивую, очень дорогую плитку на кухню с рисунком. С рисунком оказывается дороже в 10 раз. Такая-то стена, на которой было все наклеено, вот эти плиты, млит, и все потряснуло. Вот такая трещина по всей стене, и, видимо, их к соседям туда. В общем, он живет на втором этаже, 4-й подъезд. Вот что хочу сказать. Как фамилия вашего родственника? Баранов Александр. А квартира? 162, по-моему, 4-й подъезд. Александр, а отчество? Александр. Мы постараемся помочь, мы посмотрим, почему причина, что... Не надо ничего там делать, ну, идет, трещина идет. Ничего не сделаешь. Дали Анатолий, пожалуйста, рекомментируй. Значит, у нас вот этот дом, который на 10-м микро-районе, он у нас под контролем. Там мы проходили каждую квартиру. Именно 15-й дом? Да, именно 15-й. Значит, каждая квартира проходилась два раза нашими комиссиями, когда подрядчику давали поручения, и все жители все показывали, у кого что не так. Третий раз... Тогда не было еще 3-й. Третья проверка была вместе с городской прокуратурой. Это было, наверное, дней 20 назад. Обошли все квартиры, все, у кого что осталось... Может быть, человека не было дома. Ну, все акты есть, и эти акты повторно направлены по прокуратуру. Поэтому пусть он отзывается. Возьмите на контроль. Мало ли, человека не было дома, ехал куда-то, приболел или еще что-то. Хорошо, передам. Пусть отдельно напишет письмо с просьбой. И самый наболевший вопрос, который меня беспокоит уже много лет. У меня на Кирово живет сестренка. Там внучка маленькая, там все такое. В садике уже... В частном секторе, да? Да, в частном секторе. И не только мы страдаем. Соседи, у всех маленькие внуки, все по садикам ходят. И все идут на остановку, в центр, за 20 минут надо в гору подниматься. Нету маршруток по Кирово. Я просила, не то что просила, а обращалась к водителям маршрутов. Говорю, ну раньше же ходили в те годы старинные, да? Не знаю, в 80-х. Почему сейчас нельзя по Кирово пустить какой-нибудь хоть один автобус, да? Во всяком случае, не на перекладных и не по морозу, по гололеду, не топать по полкилометра, по километру, да? До этих остановок. Это тема известная у нас. Ну, я думаю, да. Мы в 16-м году, вы знаете, сейчас общественный транспорт в листе ходит, на сегодняшний день 36, да, по-моему, автобусов государственных. На следующий год еще 10 приобретаем автобусов. И улица Кирово, по-моему, стоит у нас в планах по общественному транспорту. Ну, я передаю эти жителям Кирово через своих там родственников. Вы знаете, я писала, да, от имени подписи собиралась. Да, на эту тему знаем мы об этом. Тема проблемы в чем заключается? К сожалению, у нас на сегодняшний день в городе работает городской транспорт общественный и плюс коммерческий маршрутный. Коммерческий маршрутный для коммерческих, так скажем, компаний, он, улица Кирова, не выгодная. Поэтому в планах у городской администрации есть улица Кирова. Так они мне и сказали. Нам, говорит, невыгодно. Нам, говорит, хочется через гостиницу проезжать. Я говорю, вы могли бы вот так кружочек сделать через Дружбу и проехать на гостиницу? Поэтому мы туда, Людмила Саджигаревна, пускаем городской государственный транспорт. Ну, давайте, давайте. И вот он на будущий год, когда мы приобретем еще 10 автобусов, будет ходить. Договорились? Ну, вы вдохновили меня. Спасибо вам огромное. И, я не знаю, может быть, такой несущественный вопрос. Не хотелось бы, конечно, надо мной будут смеяться. Дело в том, что, знаете, я не люблю вот разные запахи, да? Вот терпеть не могу. Для меня это самое главное, свежий воздух. Правильно? Это и для всех, да? Угу.